добрый день добрый 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 первый вопрос я все-таки задам маргарита вам я настолько привык на война ты давайте на вы для начала потом ох не служит а ваш мобильный телефон действительно можно найти в сибири нужно вот в этом смысле когда кстати последний раз меняли мобильные телефоны в оба номера я имею 25 лет меня с 20 вместе с фото карточки вместе с работой я поменяла работу 25 лет я ушла с вгтрк на раз туда и начала собственно делать раз туда и у меня появился первый мой уже раштудейский они вгтрк-шный мобильный телефон и я с тех пор его не меняла вы можете себе представить кто мне только за я вам сейчас удачу же девушка на коммутаторе я вам если хотите я вам дам снять количество незнакомых номеров которые мне звонят за эти два дня но их ну сотни точно это как минимум где-то они находят мотивы да и люди гуглили специально после этого они гуглили находили то есть это и мой найдут и твой найдут в интернете есть его вообще не трудно мне звонят люди которые говорят ой дорогая привет помоги и сыном поступим гимо переначал в коридоре у вас вы кто ты забыл мы с тобой 2001 году с ухуми и мандарины тебе я продавал натурально но есть на какой-нибудь секретный номер для там ну для путина условно говоря и своим вадим захочет что-то сказать он же вряд ли будет прям вот звонить и там занято на полном серьезе думать что мне хоть раз жизни звонил путин ну вот реально так думаешь вот честно ну а почему почему нет но может быть позвонить мосты симонян входит в число влиятельных женщин мира даже позвонить и так ему вдруг вот когда я сейчас тоже задумал заправьте не звонит вдруг что 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 наши прогрессивные общественности очень мало представления о том как на самом деле устроен мир расстраивает если честно хотя больше даже веселье тигра на вы путина видели как видел его маргарита ну вот нет никак нет мы с тобой видео видео путин так как видела его ты ну то есть ближе не за на встречах и тогда это не на смысле не сидел с ним задним столом на один столом не сидел на рыбалке тоже не был а вот вот как вот на рыбалке я не была но я и я и на охоте журналистка удача и на город все больше не видел вот сейчас на иногора точно я же уже где-то месяц еще в лондоне видел когда он в ирландию летел в одном отеле останавливались он был на один этаж путин останавливается в резиденциях да конечно странно это не странно он остановился на кенсе отель я уже забыл как называется напротив и в отель пускали других людей да я там уже жил когда он приехал и все другие жили там когда уже на камеру в загребе как вы к этому относитесь поговорим немножечко про любовь не любите я вообще не понимаю что такое говорить про это любовь надо не хорошо так я если вас какая-то совместная дата совместная любую которую вы отмечаете знаком да потому что где даже не считается ними просто познакомились на следующий день после моего дня рождения стать очень удобно и не забудем плюс дни рождения наших детей вот даты ну да денежные дети тоже не считать именно такая для меня цветок первый поцелуй я сейчас о себе уже немножко я не знаю этим как может я что-то ошибаюсь ты меня знаешь я вообще никогда ничего не помню а вот вообще очень легко тут склероз а здесь возраст понимаешь поэтому просто восторетились два одиночества развели когда проходит столько информации очень сложно что-то запоминать особенно можно запомнить три события в день ну когда три тысячи триста тридцать три ты забываешь все три тысячи тридцать три не понимать сейчас роешься глубже глубже яму для среднестатистической девочки женщины очень важно когда есть какая-то дата какой-то день в году когда вы можете может быть что-то друг для друга делать что не делать за рот сейчас тоже не скромно вам лучше адресовать среднестатистическим девочкам уже даже это очень хороший ответ кстати ну то есть вы просто не относите себя к среднестатистическим слишком много работы для того чтобы я обращала внимание такие вещи я забываю свой собственный день рождения не то что мне не приходит в голову помнить какие-то даты о которых должен помнить мой мужчина иначе я но нет таких дат просто что тут это сама их просто правда не работа нравится то есть это кайф работы или это работа работает который вот понимаешь что когда они тогда закончится это будет хорошо я никогда не хотела быть начальником и менеджером никогда я пошла работать в журналистику я и журналистом то быть хотела постольку поскольку я хотела писать я не хотела работать на телевидении я хотела выбрать такую профессию который даст возможность писать ну и при этом естественно зарплату будут платить потому что я не была из семьи которая не могла не думать о деньгах мне это все было вот легкий тоже не было семьи где можно было не думать о деньгах золотая молодежь золотая молодежь которая пахалась золотая молодежь с точки зрения известности фамилии но не с точки зрения денег насколько я понимаю отец всегда был нормально лучше чем значит вы не хотели короче говоря и точно я не хотела быть начальником и меди менеджером вот это вот путин тоже не хотела быть вы не хотели быть начальниками но у вас обоих получается неплохо ну эта история уже судит и меня и путина как у кого что получилось тут сравнивать конечно нечего сразу на голову вижу газетный маргарита маньян двоеточие меня и путина рассудит историю сегодня все пишут бибиси заголовок на бибиси маргарита маньян сказала что она не верит петровой баширом да я читал да ну ну где-то мы же проговорили что для что вы не я это я это вот к вопросу о том к искусство заголовка да я сказала не спросили вы верите я сказал я верю только в то что я видел своими глазами я их видела первое видео последний раз жизни поэтому у меня нет оснований верить на слово им но еще меньше у меня основания верить вашим спецслужбам и вашей полиции про которых давно известно что они все время врут это конечно все вырезается и остается то что удобно бибиси ну это на их совести каждый со своей стороны работает именно так очень многие так работают но мало кто как бибиси при этом делает вид и получает всех что так работать не надо а это правда правда же да это то раздражает да конечно учат не ковыряться в носу вот что раздражает чтобы да вот если бы сделал фокс ньюс да и ладно но это же бибиси который плаще с белым надо до сечения что-то расскажем по стандарту журналистики вот это очень смешно а кстати вот про профессию феномен дудя вот вы вы оба практикующие журналисты которые берете интервью у вас есть объяснение почему так рванул дуть вот вы хотели видеть его на rush и today не знаю там на спортивный тематике на дырой выбор пригласили на самом деле любой медиа менеджер если он современный медиа менеджер если он будет до конца честным он вам скажет что это как во многих других кстати бизнесах довольно непредсказуемая вещь что выстрелит что не высадку какая программа выстрелит какая не выстрелит ну даже там такие мастерища как там я не знаю ну скажем эрнст до добродеев уж не говоря про западных иногда а иногда даже часто ошибаются им кажется что вот это будет круто а это становится не круто и наоборот что-то кажется вот вот есть такая передача и сейчас уже целая целый отдельный космос который называется комедий клуб как-то комедий клуб со всей этой своей красотой когда они еще были никем и звать никак пришли к одному не буду говорить кому медиа менеджеру мы этого привели и большой крупный руководитель посмотрев это сказал полный отстой никуда не пойдет никто смотреть не будет они ушли на другой канал и на тнт да и как известно просто сделали этот канал почему это так ну так и идут да ну почему ну потому что потому что аудитории в какой-то момент нужно оказалось именно оказалось нужно именно это он это почувствовал большой молодец мне кстати саша толматский рассказал что в свое время ему предлагали заняться группировка ленинград шнуровым он посмотрел сказал ну тут из этого ничего не получится дуть совершенно лишил на всех возможностей импровизировать ненормативной лексикой сейчас употребишь качестве интерьера ненормативной лексикой включает дудя не пытается пойти по дудя я не обсуждаю режиссеров и добавилось к этому еще журналисту просто он находится в очень свободной зоне интернета интернет пространство где не многие правила корпоративные правила вот эфирных каналов и тогда понимаете на чем они там не существуют дудя посетить поселить например в федеральный канал к примеру и гипотетически он и не хочет он не хочет а может хочет не знаю существует там феномен бузовой давай это не обсуждать на духа я пытаюсь понять мне мне же интересно я же тебя в этом говорю это не предсказуемо вот именно девочка не может понять феномен бузовой она что самая красивая нет из всей вот этой плеяды самая голосистая нет самая какая интересная необычная а то руками нет почему именно на потому что не предсказуемые вещи как мода целое поколение выросло полтора поколения выросла на программе дом 2 ее аудитории именно эти девочки и мальчики а кстати вот про непредсказуемость а вот в кино у вас тиграну было так что что-то из ваших лент у тебя хорошо у тебя войти эти было так что что-то вот ну в общем получилось нормальный вдруг бах это это выстрелили или наоборот ты делал думал что сейчас шедевр и все просто рухнут а реакция была такой это самая неблагодарная вещь то же самое смешное такая ты ходишь по монтажному цеху выходит какой-нибудь коллега твоего привет привет обогрелись по веселье езда покурила дочерь да я там снимаю комедию а ты что это сейчас на каны работа белла вот это это самое смешное поэтому нельзя планировать что-то но внутреннее ожидание конечно существует один раз правда они были не такие после фильма как как я ожидал у вас какие кино предпочтения совпадают вы по что обычно все-таки мальчики девочки разные кино любит вы смотрите вместе когда и что или времени нет ни у кого миссии мы смотрим разве что какие-нибудь американские сериалы на какие например вот это интересно как каком вместе с тобой последний раз модели рейдонован который мы прям месяц они от любовники мы с тобой смотрели вместе номер мне брейки бы нравится вообще так я не могу а она не могу я не могу не жил за мысом но мне нравится доматургии там я не люблю вот всю эту жесть когда там к начали кого-то растворять в ванне с кислотой я поняла что на этом я заканчиваюсь я не думаю что ритма понравился молодой папа мне нравится смену но я я сейчас вы и не уграбрировал нет мальчики с которым скальп снимают этот невозможно это ходячий вы говорите вы не среднестатистическая девочка или так не сказал скажите а что-нибудь обсуждаете вместе текущая повестка дня так заявили что времени практически нет ни на что не посмотреть часовую программу не это насилие есть время и посмотреть часовую программу речь шла о том смотрел ли я интервью дудя я смотрела парочку но они такие длинные что это нужно вот иметь огромную мотивацию причины чтобы их часто смотреть человеку который вообще-то занят а ссоритесь я имею ввиду в обсуждении какой-то тема я обычно говорю но фаре но это твоя история то есть я сдаюсь но как и сценарий поколения ваш на конец ваша это такой удел у сценаристов чтобы у них скалечились иногда при этом через несколько дней он приходит и говорит ты знаешь я все тосты пересчитал подумал это было право ну иногда иногда это нормально живой процесс это так и бывает другом не бывает а может траектория вашего движения совместного закончится где-нибудь они на столице бюро в акне водор где в лос-анджелесе где я как известно нет нет мне видеть закончится иметь ввиду как жизнь надо что вы не видите в лос-анджелес будет я уже мать ходил пенора года жил нет пока тем не могу там армянская впечатлили вероятности не зададите маргар маргариту очень понимаю ну то есть у некоторых это получается у некоторых это правда есть люди там сложно сказать сколько их процентов у которых это получается безболезненно и замечательно для ну я скажу для большинства людей это пытка это пытка это ну это же никто никто не придумал да такие высокие слова как ностальгия помните у цветаевая тоска по родине давно разоблаченная морока ну и далее по тексту у георгия иванова вот я кстати прочитаю замечательные совершенно стихи вот которыми все сказано да мне больше не страшно мне томно я медленно в пропасть лечу и вашей россии не помню и помнить ее не хочу и не отзываются дрожью банальной и глупой тоски поля с полосящейся рожью березки дымки огоньки эти люди которые уезжали и многие из тех кто уезжает сейчас в итоге всю свою жизнь оказываются несчастливы несчастливы это невозможно для но я не говорю что для всех для многих людей это невозможно пережить вы посмотрите на огромное количество потомков нашей эмиграции которых родители воспитывали все равно русскими это смешно то что я это говорю чистокровная армянка да но тем не менее все равно русскими в любви к этим березкам которых они никогда не видели и вот они уже в третьем четвертом поколении вроде бы французы да они с очень милым грассирующим акцентом говорят по-русски они рыдают над самоваром они приезжают сюда и там со слезами стоят где-нибудь под той же березы я-то как раз прошел через эту историю я тоже я у я уезжал я учился америке в школе я не смогла я вернулась и ни одного дня не пожалела до смешного мне и в москве тяжело жить климатически климатически да очень тяжело климате я же да я же с юга и вот если я долго не бываю дома вот на кубани и сочи если я не бываю долго вы будете смеяться я натурально выезжаю выхожу около какого-то поля подсолнухов стою и плачу в прямом смысле слова куда уж говорить о том чтобы уехать какой-то голливуд я повешусь просто носили это правда люди удивляются на самом деле нет но у некоторых вот этот тодоровский уехал живете прекрасно разные есть люди которые привязаны к местам есть люди которые не привязаны так вот почему титры из карточного домика вот это кстати очень интересная история что и я все время привожу у вас пример как носители классических рестоматильных носителей русскоязычного менталитет кто у нас русские это удивительная история потому что вот на каком языке человек думает вот тех те кто думает на русском языке они есть русские есть такое определение мало того что думают мы же еще и родились здесь и выросли а у меня мои пара бабушки и прадедушки здесь родились и выросли я тебе больше же скажу я в отличие от маргариты даже больше советский человек я говорю о географии я говорю о о том что это ощущение что я себя чувствовал дома в киеве ташкенте в вот в прибалтике никогда не чувствовал себя дома там не знаю в джекистане ереване я искренне не могу понять и обращать сейчас меня многие там поколения родившиеся в 90 а вообще не поймет и в конце 80 ты же родился ты там армянин как ты можешь ты же ты же армянин я его вы понимаете это ерунда я армянин но я советский армянин понимаете да как это все одна страна вот а потом три человека не спросясь в не очень трезвом состоянии решили что этой страны больше не будет меня не спросили например хотя бы уже тогда голосовать мог по возрасту как и ты нас не спросили и решили что теперь вот так странно у тебя много стран совершенно был озадачен вашей переписка стена тин кандыраки она когда увидела тиграна на улице написал это не помню она нет это просто стало темой для публикации в сми вот зачем это нужно тинатин я понимаю ну вот вывод там спрашивали я я не знаю что такое патча до сих пор не знаю что такое патчи но то что вот вы с подругой вот эти вещи в публичном пространстве это часть работы или это просто вы про это и не думайте когда отвечаете на поставленный вам сети вопрос вы в сети отвечаете то есть вы живем в таком пространстве что у нас очень мало чего есть не публичного в общении с большинством людей с которым общаемся есть узкая узкая часть самых-самых близких и родственников с которыми можно что-то обсудить и понимать что это останется не публичным все остальные люди друзья приятели знакомые что ты общаешься у себя на кухне что ты общаешься в телеграме что ты общаешься в твиттере это одно и то же через три минуты все будут знать все поэтому эта грань стирается и мне все равно написать тине там когда ты последний раз пила вино допустим в sms переписки или в открытом пространстве потому что это все все равно все эти отношения вообще все становится публичным это раз второе конечно это приносит аудиторию когда я уйду с работы я вам торжественно обещаю что я вообще не буду писать никого ничему наверное год не буду участвовать ни в чем а так я как медиа менеджер как было сказано выше обязана думать об аудитории в том числе своей а не только тех медиа которые возглавляю потому что это безусловно отражается на аудитории медиа ну вот ваше высказывание в соцсетях иногда становится мы почти всегда не станции резонансными наверно прям вот какой-то вызывают шквал комментов я помню вот пост который лично меня очень растрогал о том когда к вам приезжала скорая помощь домой и мне мне очень понравилось ты курсе меня да мне показал то есть вот мне тоже показалось что это было а ряд это было очень разное у кого реакции у кого есть люди которые у разных галя разная реакция скажем мы же мы из людей которые меня ненавидят и чтобы я не делала и чтобы я не писала особенно если если я пишу что-то искреннее и по-настоящему как бы да и действительно не просто там троллю кого-то или перебрасываю стиной какой-то ерундой про патчи а если вдруг это была ночь у меня заболел ребенок да и как то вот я вдруг открываю зачем-то частичку действительно своей души ко мне приезжает скорая помощь и мне очень больно смотреть на этих людей потому что они мало зарабатывают они плохо одеты и мне становится стыдно там за свой дубовый паркет как будто я это украла хотя понятно же стоит не украл я давным-давно работаю я и тигран на высоких должностях с хорошими зарплата у нас и бизнес свой и прочее ну хейтеры из этого на мир давно давно не писала хейтеры напишут да конечно украла ах ты такая сякая да люди которые настроены то что вы украли а какой-то там посыл мне кажется основной основное недоумение заключалось в том что вы работаете на канале вы возбуждаете канал финансируемый государством на который идет ну какая-то часть бюджетных денег которая могла бы идти не нет на башню папа мазал банил такой там посыл был с подачей всех наших оппозиционеров для которых эта работа что ну а что конечно украла вот и у них все украла и так далее это посыл было почему она жалуется о том как плохо это сама выглядят врачи если врачи выглядят именно потому что есть трава и режим который поддерживает даже можно приблизительно да да скорее да вы понимаете что это и есть демагогии вот этот посыл вот это самый ангажированный посыл который бы только может быть любой стране нет в любую не только если вы не про посты говори вообще вот уже в жизни приходилось ли вот чё-нибудь сделал вам обруска боем сделал и потом подумал еще не надо было это достаточно часто история с моим характером сейчас ну как часто дура смесь сразу добавить нет ну по мелочи конечно всякое такое бывает по большому счету вот побольше я помешал я мне кажется жалею в своей жизни только оба только о том что я не сказала своему бывшему мужу раньше что у меня с другой мужчиной мне кажется это единственное чем я своей жизни жалею за что мне в своей жизни стыдно и хотелось бы повернуть назад и переделать а когда наросла броня против недоброжелателей или просто вы всегда были таким сильным человеком я не поверил в этот момент я поверила я доверчивая наросла броня я скажу тебе что мне все равно поверил ты или нет расскажу я очень рано начала работать и вот в своем городе очень рано начала быть каким-то заметным человеком человечком маленьким в отрасли в тусовке в журналистике скажем так своего города а поскольку свой город я помню моложе краснодар да вот вдруг кто-то вот поскольку я тигран евгений чуть-чуть вас моложе то свою карьеру это уже все было тогда не было там twitter и facebook она были форумы они были очень распространены и у нас в городе они тоже были на форумах все на свете обсуждалось и вот мне 18-19 лет у меня начинается карьера она у меня сразу рванула прям вперед потому что я сразу уехала в чечню на войну меня заметили мне стали из москвы заказывать сюжеты ну и конечно коллеги на вас всем это ну какие-то коллеги меня любили это у меня то же самое было в школе я была бы больше нет я была а мои одноклассники пока я в америку не уехала можно у нас не был даже хорошистов я круглая отличница а все остальные троечники двоечники и конечно какая-то часть но большая часть меня любила потому что я всем давала списывать за всех все писала и делала и когда я уехала в америку мой класс расформировали в тургину не скажу что из-за этого но глаз был настолько ну по меркам школ это было спецшкол настолько отстающим что еще я уехал и вообще непонятно было зачем это твой класс сохранять и оставили только а и б на этих форумах сразу стали писать да конечно у нее же папа у меня папа никто чтобы понимали просто пенсионер в краснодаре ну совершенно абсолютно незаметный человек не 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 обиде пишет ремонт не могли об этом о нем никогда слышать и знать он занимался там молодость ремонтом холодильников потом он пытался какие-то делать называется гешефты какие-то полу бизнес полумутный что все делали в 90-е да в общем не секретарь а кому бы что-то пытался пытался ничего не получилось и в в итоге ну все и сиди дома и с сестрой там помогаем жить вот но это же это же обязательно было писать конечно у нее папа да за нее армянская диаспора заплатила миллион долларов там я буду тоже еще одна легенда об армянских диаспорах платят за все но помогают все таки помогах мы танцуем ну подождите что армянам армяне армяне помогаем в частном порядке в частном порядке я не я тебе построить храм я не я никогда не слышала об армянской диаспоре и ни с кем не общалась в армянской диаспоре и армянской диаспора не проявляла мнение любого интереса пока я не стала уже в москве там заметным известным человеком и вот на форумах стали это бесконечно писать какую-то полную ерунду что я в чечне на каблуках я вот прям это запомнила и какая когда это прочитала что я в чечне на каблуках ходила мальчики сидели в окопах а я шла вдоль окопа на каблуках и наступала им на руки то есть во первых в чечне на каблуках в декабре месяце до когда это за приехала но самое главное то есть они-то прячутся в окопах а я такая смелая что я вдоль окопа под пулями же получается раз они прочитала я просто расхохоталась и ну это мне это было двадцать лет на секундочку назад и у меня с тех пор вот это вот отношение юмора к этому ко всему она и осталась потому что мне это казалось что ты реагируешь я реагирую и мне действительно становится неприятно если это справедливо да это ранит себя справедливая критика если справедливо да если я действительно за собой знаю что где-то накосячил канал там или ри или там я лично и кто-то это вынес заметил и справедливо раскритиковал вот это я переживаю пришлось вам как семье расстаться с кем-нибудь из условно говоря друзей семьи или из ваших знакомых по условно говоря вот политической мотивации я не давай таких ну то есть ну условно говоря ну вот там на наш знакомый андрей вадимович макаревич вы же сейчас не властно общаемся то есть после мнения дни не заходите на я но мы с макаревичем никогда не были знакомы но услуги гриберти гранта я да очень даже да я же говорю мы имею ввиду себя мы с макаревичем не были знакомы вплоть до года наверное три назад когда я себе себе я говорю когда мы познакомились после чего у нас пригласил гости мы были у него в гостях потом его пригласили в гости он к нам приехал гости чуть ли не 1 января как раз таки до того как возникли все эти вещи мы вообще знакомы не были а тут ну что и нормально пообщались и но вы не общаетесь на условно говоря на всем и према нет почему и находите общий язык люди живу и свое мнение у нас нормальные люди я вскипаю когда нормальные люди потому что я там был просто я я-то там был это просто видимо и люди позволяют друг другу иметь другое мнение а вот большевики со склонностью с любовью к диктатуре не позволяют почему их принято называть либералами большая глупость это конечно нужно и у андрея не заметил как вы таки у воды кусок и а вот но в городе у него прям очень я не помню обсуждали мы конкретно крым крым может и не обсуждали потому что не обсуждали какие-то вообще политические вещи я не вижу в проблемы в том что друзей может быть другое мнение ну хорошо если говорить не вижу в оба более того у меня не переходят границы не происходит с нашей или с их стороны хамство конечно я с одним своим очень близким другом перестала общаться по политике не буду говорить кем он тоже известный человек из-за политики из-за политики вы разошлись мы разошлись он со мной разошелся потому что он посчитал и продолжает считать что я слишком либеральная и недостаточно патриотично вы друг друга называли братом и сестрой а вот так вот дальше нет и я считаю что в него не в некоторых вещах мне кажется что в той позиции которой я вижу как она артикулируется в той же стоимости тех мне кажется что мы можно было бы быть жестче в плане вот охранительном мне же кажется что путин он очень очень выбирали что что вот это вот я про правительство вообще не говорю мы сейчас функцию политика здесь хочется мы же про любовь сказал ахнил дурюбой поздравил долго бы ты говорили как возле макатмы ганди поговорить не уговорили про просьбу провод про детей знаю что детей помимо армянской мовы учти и китайскому это правда по полной а почему китайский то есть это бы это наше будущее на востоке в детстве отбились от поезда под гуанчжоу два года их искали один уже с китайским и для меня было принципиально чтобы дети именно до школы учили иностранные языки потому сколько языков но там 56 вот они не айты вот немного мне кажется вот мы остановились на том что вот у нас они говорят на пяти языках они говорят или что читают это правда чем раньше начнешься за конечно лучше 6 лет закрываются языковые паттерны головном мозге язык нужно научить только до шести лет то есть язык язык как родной можно выучить только до шести лет после шести лет это уже будет как мы с вами учили языки зубрить учить герунди и паспорт как они учат языки ваши как родной язык не как ну то есть не так это происходит в технических хорошем они с их рождения приходят на эти в спикеры и общаются с ними то есть китайскому и хочет китай китай до английскому американка французского француженка которая приходит на несколько часов в день и проводит с ними время с рождения точно так же водит их на площадку поет с ними песенки смотрят мультики у них уже обучение они уже учатся читать они читают уже по слогам там разбирать слова и прочее но с рождения это было просто общение они выучивали эти языки также как они выучивали русский просто в процессе жизни а вы насколько спланировали примерно вперед их будущее вообще не думаете дабы за нее как можно планировать мне важно дать им языки и лишь такие разница по возможности здоровья привычку учиться и привычку к ну спорт громко с как физкультуре они для тревожности вот глобально то что мы сейчас вот читаю постоянно что мы живем в контексте который гораздо жестче чем карибский кризис любой момент здесь могут вырезать ядерные грибы и в общем то уже во что наступить и что съесть не будет иметь значение такого рода тревожности нет что же я повторюсь до вылезая из сети этого точно не будет как это приятно слышать экономической может быть но бывало и хуже будем больше книжек читать бытовали общаться друг другу в гости ходить на даче вон выращивать что неприятно страшно неприятно конечно хочется носить вот туфельки шанель там еще что-нибудь да я уверен что не будет что теперь войны не будет войны я больше не от 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 фантастии но я же надеюсь что это все-таки фантастически армагедонистая такая версия понимая да более не фантастическая версия это что меня может заботит но я думаю что так тоже не будет я не хотел бы возвращаться в то состояние с которым мы когда-то выходили когда кроме болгарии ни одной страны не мы это видели уже все что могли я говорю сейчас одеть что там будет через 10-12 лет 5 языков выучили но я думаю но я так думаю что мир так изменился что если где-то что-то закрывается где-то что-то открывается такого железного занавеса как это было советское время не будет поэтому мне кажется вот я наблюдаю за товарищем трампом мне кажется что он реально хочет построить вот этот светлый город где градусал где делать америку сту снова великой а это возможно только при и изоляции допустим америке от остального мира что он успешно этим занимаетесь да он он вам мне кажется что да что вы мне мне кажется что эти тенденции есть к тому чтобы будут начать это говорим не наплевать что там в америке мне не наплевать что у нас но ничего не будет страшно нет ни одного военного начиная с рельефа суде шагу у нас и когда и у них тоже который считает что военный самый реалист был такой американский генерал который сказал давным-давно даже если америка всей своей мощью нанесет превентивный ядерный удар по советскому союзу то и тогда у советского союза останется достаточно сил для того чтобы превратить америку в пролив между двумя великими океанами ты же знаешь что мы можем вместе уничтожить землю очень много раз да но это общее школьное поэтому все нормально экономически конечно будет никаких нет в этом сомнений безусловно успокаивает уже хуже хуже до какой-то . что мы до какой даже здесь игра до какой . будет хуже экономически на мой взгляд может совсем то есть запасаемся гречка речка дальше то уже зависит от нас потому что на елке-палке ночью гречку не можем выращивать спичка не нужно честно сказать я не могу нам нужно нам нужно заниматься своей страной нам нужно уничтожить эту невероятную не описуемую повсеместную коррупцию в экономических отношениях которая не дает развиваться и дышать никому ничего но этим же надо заниматься вот этим надо заниматься это невозможно жизнь заставляет и обратите внимание что происходит жизнь заставляет это и что-то двигает конечно эти санкции в принципе это надо поблагодарить ребят за санкции потому что вот у нас безусловно один из самых умных народов на земле это же главное капитал безусловно у нас у всех офигенные мозги у нас есть и предпринимательская жилка у нас есть я имею ввиду как у народа у нас есть склонность к творчеству у нас есть склонность к созиданию у нас есть склонность авантюры и чего-то делать работать за тоже с этим у нас есть для того чтобы мы сами построили прекрасный город сад но вопиющие вопиющие засилие коррупции и скажем так карательной коррупции в сфере экономических отношений не дает развиваться никому и ничему человек сидит и думает хотел бы я открыть бизнес выращивать березки да ну его нафиг через вот так и я сижу на зарплату три копейки охранником работают да и нормалек а если я открою бизнес выращивать березки через полгода ко мне придет а б ц д а через полтора года я не со своим бизнесом проведут 13 месяцев сизо по надуманному не понятно чем закончится маргарита симоньян реальный либерал вот но у нас просто мы ни в какой хрон не поместимся есть на каждом вопросе у тебя как примерно триллион еще но придется поставить точку